Всем здравствуйте! С вами Павел Глазков. Недалеко от Петербурга находится охраняемая природная территория с поэтическим названием. Каким? И почему она так называется, мы с вами скоро узнаем. Отправляемся на прогулку по природному заказнику Лебяжей. Мы с вами находимся в Ломоносовском районе Ленинградской области. Заказник вытянулся вдоль южного побережья Финского залива узкой косой, длина которой составляет порядка 35 километров. Находится Лебяжей между городом Сосновый Бор и поселком Большая Ижора. Главная изюминка, наверное, в сочетании различных факторов. Ну, прежде всего, птицы, конечно, но это лишь одна из изюминок этих мест. Здесь, безусловно, отличное сочетание морских видов потрясающих, прибрежные ландшафты Финского залива, растительность. И в целом очень красивая. Заказник расположен на высоком береговом уступе Литаринового моря. Предшественника современной Балтики. Даже не верится. Я иду по берегу Древнего моря, воды которого здесь плескались совсем недавно, чуть больше 10 тысяч лет назад. Уступ Литаринового моря тянется вдоль всего южного берега Финского залива. Но к самой кромке воды подходит лишь в одном месте, в районе форта Красная Горка. Здесь высота террасы достигает почти 20 метров. Открывается потрясающий вид на Балтику. Заказник не случайно называется «Лебяжий». Во время пролета, весной и осенью, здесь отдыхают десятки тысяч лебедей. Что же их сюда привлекает? Сейчас об этом узнаем у специалиста по птицам, орнитолога Анны Уфимцевой. Когда весной лебеди летят по направлению на север, то они останавливаются в определенных точках и ждут, когда следующая возможная точка для остановки освободится от льда. А как же они узнают, что следующая стоянка освободилась? Эти все сроки освобождения водоемов от льда и конкретное поведение птиц, это все притиралось друг к другу эволюционно и потом закрепилось в сроках миграции. Заказник открыт для посещения. А вот посетители не могут их подуспокоить? Общая рекомендация такая. Когда вы подходите к берегу, пожалуйста, внимательно посмотрите еще, находясь под прикрытием деревьев, сидят ли птицы прямо вот здесь. Вот непосредственно у ваших ног. Конечно, в такой момент лучше к ним сильно близко не приближаться. Если мы видим, что птицы сидят на расстоянии уже с каких-то десятков метров от нас, то аккуратный подход к урезу воды, использование бинокля им не навредят. Желательно при этом не бегать, не кричать, не размахивать руками, то есть не создавать какой-то явно отличающийся от природной среды фон. Какое значение имеет этот заказник для экосистемы в целом? Даже если нам сейчас здесь кажется пусто, ничего нет, зачем здесь что-то охранять, то в масштабе страны и в мировом масштабе каждая крупица незастроенных мелководий, охраняемых, она крайне-крайне важна для цепочки перелетов птиц. То есть цепочка должна сохраниться вся, во всех странах, на всех континентах, чтобы птицы могли пролетать ее от и до и быть уверенными, ну, насколько мы можем очеловечить такой процесс, быть уверенными, что каждое следующее звено цепочки их ждет. Всего в заказнике можно встретить более 150 видов пернатых. На пролете одних только уток здесь останавливается около сотни тысяч. В заказнике можно увидеть самых маленьких наших уток – черков-свистонков и черков-трескунков. А еще утку с необычно широким клювом, которая так и называется – широконоска. Останавливается тут хохлатая черник, свись, шилохвость, утка с длинным словно шилохвостом. Кроме того, здесь можно встретить три вида крохолей – знаменитых уток-рыболовов, малого крохоля или лутка, среднего и большого крохолей. Смотрите, северные морские утки! Еще продолжается пролет водоплавающих птиц! Это очень крупная стая турпанов – морских уток плотного сложения, с большой головой и мощным плювом. Они в наших краях бывают только во время весеннего и осеннего пролетов. Самец турпана невероятно красив! С его нарядным черным костюмом эффектно контрастирует белая полосочка под голубым глазом. А вот самочка выглядит заметно скромнее, имеет бурый маскировочный окрас. Крайне редко одиночные турпаны останавливаются у нас зимовать. Чтобы лебеди не боялись меня и позволили понаблюдать за собой с близкого расстояния, я использую специальный костюм, который называется «Леший». Мне повезло увидеть здесь пару лебедей-шипунов. В бухте небольшая глубина, и птицы собирают пищу со дна с помощью своей длинной шеи. Этот представитель перенатых – единственный из трех видов лебедей, которые здесь даже гнездится. Остальные два – лебеди-кликуны и тундровые лебеди – бывают в этих местах исключительно транзитом, хотя могут и задержаться на несколько недель. Очевидно, что в заказнике находится хорошая кормовая база для них, и птицы чувствуют себя здесь в безопасности. В заказнике нет специальной экологической тропы, то есть деревянных настилов. Зато здесь много естественных дорожек. А для прогулки по берегу даже они нам не нужны. Деревянных настилов нет, а вот протоптанная туристами дорожка есть. И называется она «Тропа Южного берега». Ее протяженность – около 50 километров. Если когда-нибудь отважитесь отправиться по ней, то рассчитывайте как минимум на 4 дня. Безусловно, заказник лебяжий самая красивая часть – тропы Южного берега. Ввиду того, что около тропы находятся остановки и железнодорожного, и общественного транспорта, можно ее преодолевать кусочками, когда есть свободное время, устроить вот такое испытание себя до 10 километров пешком в день. Смотрите, пуночки! Они же снежные подорожники! Красавцы! Это гости заказника! На побережье заказника можно встретить птичек, внешне похожих на воробьев. Но в окрасе их преобладает белый цвет. Это пуночка или арктический воробей. Гнездятся эти проворные пернатые за полярным кругом. А у нас бывают чаще осенью пролетом по дороге на зимовку в Центральную Азию или даже в Северную Африку. Во время пролета здесь встречается большое количество куликов. Чтобы их поснимать, я использую специальную маскировочную сетку. Иногда приходится неподвижно лежать часами. Чего не сделаешь ради красивой съемки. В заказнике можно встретить более 20 видов куликов. Эти птицы наиболее активны на рассвете. Поэтому лучше замаскироваться заранее. Прибрежное мелководье настоящий ресторан для них. Кулики летят на юг одними из первых. Уже в июле на южном побережье Финского залива появляются первые туристы. Следующие из тундры и лесотундры в теплые края. Среди них стайки чернозобиков. Своё название эти кулики получили за большое чёрное пятно на груди. Также здесь можно встретить одних из самых маленьких куличков России куликов-воробьёв. С трудом верится, что такие крохотные печушки прилетели к нам в гости из арктической тундры. Во время пролёта в заказнике можно встретить и редких куликов, занесённых в Красную книгу Ленинградской области. Большого веретенника, галстучника, золотую ржанку, среднего кроншнепа, кулика-сороку, травника и турухтана. А ещё это место полюбилось серому тюленю и балтийской кольчатой нерпе. Взрослых особей здесь можно увидеть круглый год. Отдыхающих на льдинах, в воде во время охоты за рыбой или загорающих на каменных валунах. На побережье заказника встречаются и их детёныши. Лесных массивов в заказнике немного, поэтому крупных млекопитающих, таких как лось и косуля, здесь можно встретить редко. Зато в Лебяжьем есть зайцы-беляки, рыжие плутовки-лисицы, куницы, белки, ежи и даже енотовидные собаки, которых в наш регион специально завезли с Дальнего Востока в середине 20 века. Они быстро освоились и теперь живут не только в Ленинградской области, но даже на территории Петербурга. Если вам повстречался этот спокойный зверь, как и к любому другому дикому животному, приближаться к нему не рекомендую. С виду милая енотовидная собака в любую секунду может проявить к вам агрессию и очень болезненно укусить вас. К тому же это животное передает смертельное для человека заболевание – бешенство. А теперь совершенно безопасные лесные новости. Какая красавица! На Илагин остров прилетела сова! Это уральская или длиннохвостая неясыть. Именно этот вид пернатого хищника чаще всего встречается в северной столице. В конце осени совы перемещаются в поисках кормовых мест, а город привлекает их возможностью полакомиться мышевидными грызунами. Пока мы наблюдали за совой, ею заинтересовалась белка. Молодой зверек, похоже, из любопытства стал приставать к хищной птице, не подозревая, что легко может стать добычей. Но не в этот раз. После того, как проворная белка дернула сову за ее длинный хвост, уральская неясыть решила не связываться и перелетела на другое дерево. На поляну, где у лосей еще недавно проходили брачные турниры, пришел глухарь, чтобы собрать камушки. До наступления морозов эти птицы заглатывают мелкие камни, которые нужны их желудку для переваривания хвои, их основной зимней пищи. Тем же утром решил проведать место турниров и лось. Глухарь немного поразмыслил и решил уступить поляну. Хоть сахатый после двухмесячного периода боев и выглядит истощенным, но все же весовые категории у них явно не равны. На Елогин остров прилетел филин. Вон он, красавчик, сидит на еле. Эта хищная птица редкий вид не только для Петербурга и Ленинградской области, но и для всей России. Недаром она занесена в Красную книгу нашей страны. Филин самая крупная сова. Ведет оседлый образ жизни и в течение всей жизни старается не покидать свой участок. Тем удивительнее, что птица прилетела в мегаполис. Хотя известно, что филин очень терпим к человеку и может жить вблизи людей. Питается хищник мышевидными грызунами, может охотиться и на птиц, и даже на зайцев. Территория заказника раскинулась вдоль побережья на десятки километров. Поэтому для посещения этого места нужно закладывать минимум полдня. А лучше вернуться сюда не один раз. Здесь, на берегу Финского залива, потрясающая возможность побыть наедине с природой. Послушать чум волн, крики чаек, курлыканье лебедей. На территории природного заказника Лебежий действует ряд правил, которые необходимо соблюдать. Здесь запрещено передвижение на моторном транспорте, автомобилях, квадроциклах, разведение костров и использование мангалов. Обратите внимание, на территории заказника нельзя ночевать в палатках. У нас вообще на планете не так много осталось нетронутых участков дикой природы. Такие участки важны. Вообще, они должны быть в природе хотя бы как контрольные площади, иначе не с чем будет сравнить. Останется только в памяти. Лебяжий находится довольно далеко от центра Петербурга, но добраться до него не составит труда. В направлении природного заказника курсируют маршрутные автобусы и электричка с Балтийского вокзала. Приехать сюда можно и на личном транспорте. Благодаря машине я смог быстро перемещаться по заказнику. И вот добрался до его дальней границы Шепелевского маяка. В эти места, следуя примеру лебедей, можно возвращаться снова и снова. А мы продолжаем исследовать заповедные уголки Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С вами был Павел Глазков. До следующих диких выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин